Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Тальшахар и добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube. Особая благодарность тем, кто является моими давними подписчиками и постоянными зрителями канала. Если вы, дорогой друг, еще не подписались, ничего страшного, ведь это можно сделать прямо сейчас. Кстати, прямо сейчас на вашем экране Запорожец. Вы должны помнить эту машину, ну если, конечно, не родились в 90-х. Ну даже, наверное, если родились в 90-х, все равно это наша память. Память об славном времени под названием Советский Союз. Но я сегодня не об этом. Делая предложения тем или иным людям, кандидатам в наш бизнес, мы сами выбираем таковых. Мы получаем ответ, да ты что? Нет, совсем не так. Мне это неинтересно. У меня замечательный бизнес, у меня хорошая работа, у меня прекрасная зарплата. Мой муж очень хорошо зарабатывает, мне досталось в наследство хорошее состояние. Этот бизнес не для меня. Это ерунда, копеечный бизнес. Ну и много всевозможных отговорок, вы с ними знакомы не хуже, чем я. И мы про этого человека забываем. У него все в жизни хорошо, у него все в жизни тепло, у него все в жизни уютно, комфортно, достаток, стабильный. Мы не подозреваем, что, к сожалению, у многих в жизни наступают перемены. И не всегда к лучшему, очень часто к худшему. И, быть может, обратившись к нашим друзьям спустя какой-то промежуток времени, мы обнаружим, что они в нас нуждаются, но сильно стеснялись об этом сказать. Они переживали, как нужно низко пасть для того, чтобы прийти в интернет-бизнес. Ведь буквально недавно, еще какое-то время тому назад, от подобного предложения они брызгливо отмахиваются. Не стесняйтесь обращаться к тем людям, которые отказали вам однажды. Не стесняйтесь напоминать этим людям, быть может, что-то может резко измениться. Ну а при чем же здесь запорожец? Я вам расскажу один анекдотичный случай, который со мной случился, и вы поймете, какая здесь связь. В самом конце 80-х годов, уже занимаясь бизнесом, а мне было ни много ни мало 19 лет, с громадной по тем временам суммой денег, было около почти 100 тысяч рублей, еще был Советский Союз, но уже была перестройка, я прилетел в Минск. В Минске я прилетел через Санкт-Петербург, и пойдя на соглашение с минскими партнерами, нужно было прибыть и подписать, собственно, лично посмотреть все, как обстоит на месте. Я помню, что наш офис был на улице Мельника и Т2 в большом офисном здании, там было очень много всевозможных кооперативов и малых предприятий, а наши партнеры нас разместили в гостинице Министерства обороны Республики Беларусь в люкс-номере, но добираться нужно было самим. И вот зима, а может быть поздняя осень, не помню, но просто невероятная холодина. Ветер, который пронизывает одежды, заползая во все ее складки, ну буквально кусает со всех сторон. Первый раз именно в Минске я почувствовал, что такое зубы стучат друг об друга. И до этого я это знал только из фильмов или из книг. И вот, стояя, стуча зубами на Минской улице вдоль большущей трассы, мы решили вместе с моим другом и партнером Димой остановить машину для того, чтобы добраться в офис наших партнеров. Стук зубов был настолько силен, что я думал, что я там превращусь в снеговика. И вот проезжает машина, москвич. Дима выскакивает на проезжую часть для того, чтобы машину остановить. А я говорю, да ты что, с ума сошел. Я не поеду никогда на москвиче. Ни в коем случае. Ну, 19-летний успех вскружил мне голову, плюс максимализм. Пальцы веером. У меня дома машина Митсубиши. Митсубиси, как говорят в России. У нас в Израиле Митсубиши. Вот. Собственный водитель, собственная охрана. Тут на москвиче. Да никогда. И мы там стояли на этой трассе еще 35 минут. И не проехала ни одной машины. Я удивляюсь до сих пор, как я там просто не окоченел. И вдруг едет Запорожец. Дима, прыгая с ноги на ногу, смотрит на меня. А я кричу, останавливай. Он мне кричит издалека. Запорожец едет медленно. Он мне кричит, а это Запорожец. Я говорю, пофигу. И вот он чуть ли не выпрыгивает на проезжую часть. Запорожец останавливается. Открывается передняя дверь. И вместо сидения там табуретка. И есть только посадочные места сзади. Я залетаю туда, говорю, здорово, диду. И отпихивая табуретку, запрыгиваю назад. Ну, для тех, кто не знаком с этим чудом советской техники, автотехники. Печка в Запорожце была такая шикарная. Она была электрическая. И там просто был Ташкент. Внутри на улице холодина, мороз, пронизывающий ветер. А внутри можно ездить чуть ли не в маечке. И мы поехали. Ну, все-таки максимализм дал о себе знать. Подъезжая к Мельникайте, я попросил дедуля, чтобы он остановил хотя бы за несколько домов. Потому что стыдно было выползать из Мерседеса. И сейчас, вспоминая об этом случае, я провожу свои ассоциации. Какое-то количество минут, проведенных на улице, мне еще давали возможность оставаться снобом. Но чем больше меня опоясывал холод, чем хуже становилось моему организму, тем быстрее я соглашался на более лояльные, на более демократичные условия. И в жизни точно так же, друзья. Пока у нас все хорошо, мы отказываемся от многих вещей. Нам отказывают в наших предложениях о сотрудничестве. Но у людей все меняется. И возможно, отказавшись от москвичонка, кто-то согласится даже на запорожец. А с этого запорожца потом, благодаря нашей совместной работе, пересядет на Мерседес. С вами был Тальшахов. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok